Решение экологических проблем – это на сегодняшний день одна из важнейших задач властей различного уровня, от федеральных до муниципальных. Обсуждаются самые разные варианты, проводятся различные эксперименты. Пожалуй, наиболее перспективным на данный момент выглядит проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В прошлом году перечень его участников был расширен. Включены в него и три сибирских города-соседа – Абакан, Минусинский, Черногорск. В течение нескольких месяцев власти столицы Хакасии разрабатывали программу мероприятий, которая позволит достичь главного – 50-процентного снижения вредных выбросов к 2030 году. Совсем недавно прошло совещание под эгидой Минприроды Российской Федерации и проектного офиса «Чистый воздух» в Байкальске, где была предзащита комплексных планов. В том числе заслуживался город Абакан. Мы смотрели, по каким направлениям пошли наши соседи, коллеги, другие города. Все идут по своим направлениям. Если говорить про города Сибири, которые вошли в пилотный проект, то, собственно, проблемы у всех примерно одинаковые. Это большое количество частного сектора и автономных источников теплоснажения. Удельный вес, доля в выбросах, ну, например, для нашего города будет составлять в пределах 65%. Это та доля, которая приходится как раз на загрязнение от автономных источников теплоснажения. Ну, в большей степени это от частного сектора. Безусловно, единого механизма для снижения выбросов нет. Каждый участник чистого воздуха идет своим путем. В Чите активно переходят на жиженный природный газ, при активном участии региона, субсидируя его приобретение. В ряде городов компенсируют жителям траты на приобретение установку твердотопливных котлов с дожигом, которые позволяют сократить объем выбросов по бензопирену на 90%. Есть и другие варианты. Если говорить про Бакан, ну, наверное, мы будем применять какие-то комплексные методы. У нас будут, в зависимости от района города, мы можем применять и централизованное теплоснабжение, и электроотопление, и, в том числе, и возможность субсидирования покупки твердотопливых котлов. Вот с коллегами мы сейчас будем уже более подробно обсуждать тот план, который мы предлагаем для Федерального центра по городу Бакану. Он у нас уже разработанный и есть, но с учетом, наверное, вот этого совещания, которое прошло, с учетом практики других городов, мы, конечно же, будем его корректировать. Проект начнет свою реализацию с 2024 года по 2030 год. Эта программа будет действовать параллельно с совместным проектом администрации Бакана и правительства Хакасии по переводу частных домовладений на электроотопление. Он был запущен в прошлом году, пока что на территории 10-го жилого района. Для участников пилота стоимость электроэнергии составляет 1 рубль. Остальная часть тарифа субсидируется за счет средств городского и республиканского бюджетов. Причем даже тарифный рост никак не отражается на собственниках, просто растет субсидируемая часть. По 2022 году на 31 декабря количество домовладений, приведших участие в пилотном проекте, составило 247. В период с января по май 2023 года количество участников пилота выросло и на 31 мая составило 289 домовладений. При этом размер субсидий, предоставленный за указанный период, составил 4 млн 871,5 тыс. рублей. Установленный плановый показатель совмещения выбросов на 2023 год составил 600 тонн, фактически сложившийся показатель за период с января по май составил 213,6 тонн. В общем и целом, проект первый год своей реализации показал неплохие результаты, но, как признаются его инициаторы, ожидалась большая активность населения. Причин несколько. Так, например, многие абаканцы, переходя на электроотопление, останавливаются на двуставочном тарифе, который в чем-то даже выгоднее предложенных проектам условий. Сейчас, кстати, решается вопрос о включении двуставочного тарифа и вариантов его субсидирования в пилот. Другие причины невысокой активности более прозаичны. Первое – это доступность угля. Сами прекрасно понимаете, что для нашего региона уголь рядышком, уголь недорогой. И многие просто даже, несмотря на субсидирование, и мы максимально сделали, я напоминаю, что сейчас при электроотоплении стоимость 1 рубль за киловатт. Это очень близко к стоимости угля, но при всем при этом уголь у нас есть, уголь дешевый. Более того, для отдельных категорий населения, так называемые, и субсидируется покупка твердого топлива. У кого-то есть пайковой уголь, и поэтому люди, исходя, конечно, из экономических причин, не переходят. Ну и, наверное, давайте скажем честно, есть какое-то пока недоверие к этому проекту. А будет ли он продолжен на следующий год, а будет ли он продолжаться дальше. Но пока я хочу сказать всем, что проект рассчитан не на один год. Проект рассчитан таким образом, чтобы ежегодно средства, как регионального, так и местного бюджета, на этот проект добавлялись. Поэтому, то есть я говорю, это серьезно, и это надолго. Ярким подтверждением долгосрочности проекта можно считать его расширение. В этом году поучаствовать в нем смогут домовладельцы жилого района Полярный. Желающих там тоже пока немного, тем не менее, уже ведется работа по модернизации электросетевого хозяйства района. Предусмотрено два этапа реализации данных мероприятий. На сегодняшний день мы завершили проектирование первого этапа. В стадии заключения у нас договорно-проектной работы с МКУ Архоград. Соответственно, общая стоимость реализации данных мероприятий составляет первого этапа 14 миллионов 200 тысяч рублей. Планируется, соответственно, построить две подстанции и линию электропередачи протяженностью 1,3 километра. То, что касается реализации второго этапа района Полярный, соответственно, это 7 миллионов. Продолжится работа по совершенствованию сетей и в 10-м жилом районе. Средства на эти цели уже заложены как в рамках городского, так и республиканского бюджетов. Возвращаясь к району Полярный, добавим, что для участия в пилотном проекте необходимо учитывать имеющуюся в отдельно взятом доме мощность. Поэтому желающим перейти на электроотопление, необходимо уже сейчас обратиться к ресурсникам за новыми техусловиями. Анзор Сабанов, Андрей Оралов, Алису Анси, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова